У нас сегодня праздник, день рождения у кого-то? Ну вообще-то да, у него У кого это у него? У торта? Странно, что такая сладкоежка, как ты, не знает, что сегодня, 20 июля, мы празднуем международный день сладкого, мягкого, лакомства торта И, кстати, у этого праздника даже есть свой девиз, I cake you, что значит, я приду к тебе с тортом Вот я и пришел Я согласна с тобой дружить Доброе утро, губерния, в этой студии вас приветствует человек-торт, Антон Скиба И Саша Байдачный, который никогда не откажется от кусочек торта Не откажусь, конечно, не откажусь, тем более в такой чудесный праздник Мы сегодня поговорим о самой главной сладости любого торжества, о тортиках мы поговорим Да и в будний день многие любят себя побаловать кусочком тортика Причем любили это еще и египтяне Нечто напоминающее мумии тортов было найдено в гробницах египетских фараонов Тем не менее, родиной торта считается Италия Само слово произошло от итальянского торта Что значит корж? Изначально лакомство готовили по принципу сладкой пиццы Из теста раскатывали корж, а затем посыпали его изюмом Цукатами, орехами и отправляли в печь Потом припудривали с сахаром с ванилью Сегодня законодательницей моды в мире тортов считается Франция Именно там появилось то, без чего современные торты были бы невозможны Безе, крем, карамель, желе, бисквит Как это все вкусно звучит, боже мой А вот многоярусный торт придумал некий англичанин в конце 18 века А вдохновил его на это купол церкви в Лондоне Торт может быть самым настоящим оружием Причем не только в борьбе с плохим настроением В европейских странах устраивает настоящую битву тортами В 2009 году в Великобритании состоялся самый масштабный бой Было задействовано 600 вкусных орудий Заряженных двумя стами литрами крема Я считаю, что это настоящий рай для сладкоежек Просто дух захватывает по-настоящему А какими лакомствами поднимает себе настроение жителей губернии? Пусть сами и расскажут Мед Шоколад Потому что это, как сказать, сразу поднимает настроение Горький шоколад Горький шоколад, в нашем полезном деле ума Шоколад Карман любви И счастье Ну, я сладкое не люблю, сразу скажу Сидереем, наверное Кисломороженым, потому что люблю кислом Ну, картошку жареную, наверное, с курицей Фруктами С клубничкой Потому что сезон Потому что вкусно И для фигуры полезно Оливки, томатный сок Птицы Потому что она вкусная, солененькая Все любят птицы Бывший боксер из Сочи Ренат Акзамов Один из самых известных кондитеров в России Он придумывает огромные многоярусные торты Для звезд шоу-бизнеса и арабских шейхов Ведет телепередачи, канал на ютубе Трудно поверить, что эти шедевры действительно съедобные Ренат еще и амбициозный кондитер На свадьбу арабскому шейху Он предложил такой вариант Торт вывозят в зал живые слоны А в воздухе летают съедобные вертолеты С подвесными цветами Воплотилась ли в жизни эта мечта? К сожалению, история умалчивает Заветная мечта кондитера Создать точную копию Нотр-дам-де-Пари В натуральную величину Поставить этот торт в специальное стеклянное помещение С нужной температурой И пускать туда туристов И он даже предложил это мэру Парижа Но ответ пока не получил Мэр просто боится, что этот торт Будет отвлекать от других достопримечательностей Мы пока отвлечемся от сладостей Чтобы узнать точный прогноз погоды на сегодня Кратковременные дожди Облачность с прояснениями И до 31 градуса тепла Ожидается в Самарской области в пятницу Местами прогремят грозы Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду При грозе его порывы достигнут 17 метров в секунду На севере и западе плюс 26, плюс 29 На востоке и юге до 33 градусов тепла В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность Местами пройдут дожди и грозы Воздух прогреется до 30 градусов Ночью плюс 19, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба Влажность воздуха 63% В честь всемирного дня торта мы ищем самые необычные десерты мира Например, торт планета Торт змея Стопка рубашек Можно даже заказать торт в виде любимого питомца Или торт со своим лицом На некоторые фотографии смотришь, даже непонятно, что это торт Ну, я бы не стал есть торт со своим изображением Если честно, это как-то жутковато Тогда просто полюбуйся, Антон, собой в зеркальном отражении на тортике Сейчас в моде глянцевая глазурь, которую можно изготовить даже в домашних условиях Продукты для ее приготовления используются самые простые Но вот без кулинарного термометра никак не обойтись Температура для заливки должна быть около 32 градусов Такой зеркальной глазурью чаще всего покрывают муссовые кондитерские изделия Они сейчас стали особенно популярны, потому что муссовый торт – это сама нежность Впервые мусс появился в 1894 году Правда, тогда муссом называли взбитые и закрепленные желатином овощные и рыбные закуски Но в начале 20 века знаменитый французский художник Тулус Латрек придумал соединить шоколад со взбитыми до воздушной пены белками Только тогда его назвали шоколадным майонезом Ох, не самое аппетитное название, хочу тебе сказать Зато результат самый, что ни на есть аппетитный Во французских кафе торты и пирожные на основе мусса встречаются чаще всего Это довольно легкий десерт, который не сильно вредит тонким талиям францужин Я считаю, что нам как раз-таки не подвредят простые движения с утра Это уж точно Доброе утро, с вами фитнес-клуб «Спортзавод» И сегодня мы вам покажем комплекс упражнений на пресс Первое упражнение – скручивание с касанием руками пола Делаем 10 раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Закончили упражнение Следующее упражнение – боковые скручивания с касанием рукой ноги Поднимаем ногу вверх Поднимаем ногу вверх, вправо Раз Два Три Четыре Четыре Пять Шесть 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 Семь Восемь Девять Десять 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 Закончили упражнение И последнее упражнение – это уголок в статике Задержались в таком положении как можно дольше, лучше на минуту или полторы Закончили упражнение Закончили упражнение С вами был фитнес-клуб «Спортзавод» Хорошего дня! Доброе утро! С вами автор рубрика «Стоп линии» и я автоинструктор Антон Скиева Я рассказываю обо всем, что связано с дорогой, поэтому прижимаемся к обочине, глушим автомобиль и внимательно слушаем Лето – прекрасная пора, возможность выехать за Волгу с друзьями, искупаться и насладиться в полной мере солнцем Плюсов у этого времени масса, но есть и большой минус – если ваша машина осталась на солнце, зайти в нее просто невозможно Сегодня я расскажу, как помочь в этой ситуации для начала поставить автомобиль правильно Идеальный вариант – подземная парковка Но есть она не везде, особенно за Волгой, да и не хочется за нее регулярно платить Лучше приобрести навес, который будет принимать на себя основной поток солнечных лучей Если навес для вас не вариант, поставьте автомобиль в тени дерева Если с этим проблемы и приходится оставлять машину на открытом солнце, то предлагаю приобрести специальную отражающую шторку В этом случае лучше всего ставить машину лобовым стеклом к солнцу Тогда уж в ней будет не так жарко Также поможет чехол для автомобиля, сделанный из специального светоотражающего материала Если даже эти варианты вам не подошли, хотя бы оставьте боковые окна слегка приоткрытыми Создав циркуляцию воздуха в салоне, с жарой в салоне вроде бы разобрались Но что делать, если вы спешите, а ваш шикарный автомобиль уже превратился в печку-буржуйку? Вероятнее всего, первым делом вы включите кондиционер, но не совершайте поспешных действий Резкий холодный воздух, направленный на закаленное стекло, просто может вызвать на нем трещины А новое лобовое стоит недешево Сначала дайте горячему воздуху выйти из машины Откройте все двери и окна, и только после этого кондиционер сможет спасти вам жизнь Что же делать с остальной частью салона? Сидение, руль, панель управления тоже наколены до предела В этом случае вам помогут простые влажные салфетки Влага заберет часть тепла и садиться будет уже не так страшно Остается вопрос, что делать людям, у которых кондиционера нет? Во-первых, хочется вам посочувствовать А во-вторых, выход из вашей ситуации тоже есть Некоторые водители советуют класть влажные полотенца на решетку подачи воздуха Конечно, эффект не такой, как от кондиционера, но легче станет это точно Внимание! Если вы изнемогаете от жары и вам требуется открыть окна Открывайте те, где нет пассажиров, чтобы уберечь их от простуды Надеюсь, теперь вам стало немного прохладней А теперь заводим автомобиль, включаем поворотник и поехали! Счастливого пути и будьте аккуратны на дорогах! В экологически чистом месте Красноярского района Недалеко от реки Кандурчи раскинулся могучий сосновый бор Посреди леса стоит белгорючий камень Имеет он форму сердца Какое бы дитя не прильнуло к этому камню с добрым помыслом Камень исполнит его просьбу Это чудо природы, когда камень приобрел форму сердца И поэтому и мы, взрослые, и, конечно же, дети верим в его магическую волшебную силу Когда мы знакомим детей с легендами лагеря В первую очередь дети хотят, чтобы их желания исполнялись И здесь, конечно, они учатся загадывать желания Заветные желания родителей отвлечь детей от гаджетов Здесь исполняются сами собой Рядом с арт-объектами новейшие спортивные сооружения Футбольное и два баскетбольных поля Веревочный парк со скалодромом Лучный тир Теннисный корт И даже бассейн Все готово к приему детворы В спортивном зале, который построен по международным стандартам Пройдут соревнования по баскетболу и волейболу В спортивной борьбе, спортивным танцам Но это еще не весь Космос-2 Чтобы ребенок смог вернуться сюда и снова получить совершенно новый опыт Созданы тематические смены Туристическая – это школа выживания в дикой природе Историческая – для погружения в атмосферу древних цивилизаций Культурная – для раскрытия творческих способностей И международная – для изучения языков 21 июля ребята могут заехать на смену «Турист-лагерь лесные приключения» на две недели С 3 августа они могут заехать на недельную смену «Страна сияющих звезд» С 11 по 31 августа у нас смена «Международная школа лидеров», где будут они также изучать иностранные языки С 21 по 10 августа еще одна смена параллельно туристическая – это смена тайной цивилизации Воспитательная программа «Досуга и оздоровление» утверждена Министерством образования и науки Самарской области Она рассчитана на детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет Приобрести путевки возможно на нашем сайте camp63.ru или по телефону в Самаре Дорогие ребята, приезжайте в наш лагерь «Космос-2» Мы вас очень ждем Вместе с кусочком торта к чаю мы подаем новости Дороги в центре Самары останутся перекрытыми до конца месяца Это связано с работами по демонтажу оборудования на площадке фан-феста До 26 июля движение ограничат на участке Вилоновской и Красноармейской улицах В загородном парке в эти выходные пройдет серия открытых мастер-классов по работе с деревом и эко-материалами На детской площадке научат делать деревянные игрушки и выжигать по дереву А еще расскажут об изготовлении деревянных резных наличников Взрослым гостям в фестивале предлагают смастерить кормушки для белок, скворечник, утварь Вход свободный Стартовал прием заявок на 5-й юбилейный самарский фестиваль независимого кино 70 на 30 В этом году особое внимание оргкомитет уделит мобильному кино Ультракоротким произведениям, а также экспериментам в области кинотворчества Прием киноработ продлится до 1 октября Ну а сам фестиваль 70 на 30 пройдет в конце осени А в поисках вдохновения для фильма можно прогуляться по Самаре вместе с Марией Акимовой Чемпионат мира по футболу закончился, а вот его наследие осталось Стадион, дороги и развязки, обновленные фасады домов благодаря Мундиалю Некоторые многоэтажки расположены на гостевых маршрутах в Самаре, теперь украшены граффити Это изображение известных самарцев, напоминание о ярких моментах, прошедшего первенства И цитаты знаменитых писателей, ученых, спортсменов Об этом необычном тренде наша рубрика Самый свежий рисунок на фасаде дома номер 369 на улице Новосадовой Художественная композиция посвящена победе сборной России над Испанией в матче 1-8 финала В течение основного времени на табло оставался неизменным счет 1-1 В дополнительные 30 минут ни одна из команд так и не смогла одержать верх Судьба поединка решилась в серии пенальти, в итоге Россия в 1-4 Матч окрестили историческим, ведь за 32 года наши спортсмены ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира Переживала вся страна, на стадионе в Петербурге, дома перед экранами телевизоров и в фан-зонах Площадь Куйбышева была заполнена до предела На фасаде изображены герои исторического матча Тренер российской сборной Станислав Черчесов, ставший благодаря чемпионату культовой фигурой Рядом Игорь Акинфеев, запечатлен тот самый момент, когда галкипер ногой отразил решающий удар в серии пенальти А вот и еще одно граффити, но выполненное в черно-белых тонах Холстом для него стала стена дома номер 131 по улице Максима Горького Над арт-объектом автор Андрей Сяльев трудился 4 дня Вместо рисунков высказывания знаменитых людей Трафаретами и баллончиками вооружились и самарские спортсмены Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Радамакина И велогонщик, победитель Олимпиады Борис Шухов Цитаты написаны на языках их авторов В чешском, хинди, китайском, русском и английском Все высказывания объединяет единый посыл Преодолей себя и тогда ты станешь чемпионом А на фасаде дома номер 124 по московскому шоссе Увековечили подвиг летчика Александра Мамкина Спасшего в годы Великой Отечественной десятки детей Из оккупированного немцами Полоцка не успели вывезти воспитанников детского дома Оставлять их там было нельзя, ведь ребята могли стать донорами для раненых солдат вермахта Тогда разработали спецоперацию «Звездочка» Детей нужно было доставить за линию фронта в советский тыл, где они были бы в безопасности Александр Мамкин, один из летчиков, совершавших ночные вылеты Последний он совершил 11 апреля 1944 года Вместе с ним в самолете находились 10 детей, воспитательница и два раненых партизана На подлете к линии фронта крылатую машину подбили Она загорелась, вскоре огонь перекинулся в кабину пилота Согласно инструкции, Мамкин должен был набрать высоту и выпрыгнуть с парашютом Однако на борту были дети, поэтому делать он этого не стал Его одежда загорелась, начали плавиться летные очки Кое-как, превозмогая боль, он сумел дотянуть до своих и посадил самолет Через несколько дней скончался от ожогов Ему было всего 28 лет Потомков он оставить не успел, но спасенные им мальчишки и девчонки С гордостью называют себя дети Мамкина На этом все, увидимся через неделю У нас в гостях Рамиля Зиенгирова Кулинар-кондитер Доброе утро! Доброе утро! Порадуйте нас чем-нибудь сладеньким Расскажите, что сегодня самое популярное в тортах Вы знаете, мне кажется, сейчас самое популярное это всевозможные французские десерты Все, что можно увидеть в Париже, в кондитерских, то сейчас делают, мне кажется, и в Самаре Делают прекрасно и не хуже, и все эти макаронсы, муссовые тортики, шу Вот все это сейчас пользуется популярностью Что последнее? Шу? Шу, да, шу Что это? Это такие заварные пирожные, они из двух видов теста То есть сначала тесто заварное, а сверху такое песочное, которое придает такой хруст И раскусывает что-то хрустящее пирожное А внутри нежный очень крем ванильный, например, с семенами ванили Вот получается такой хрустящий и нежный такой атласный крем, в сочетании просто потрясающее Остановитесь, не говорите ничего Очень сладкое Вы упомянули муссовые торты Существует мнение, что муссовые торты можно кушать сколько угодно Они легкие, они калорийные, так ли это? На самом деле не так, действительно, да По ощущениям, вот их ешь, и они по текстуре, как мороженое И получается, есть такое ощущение, что они легкие, и от них не потолстеешь На самом деле это не так Потому что большинство муссов делаются на основании шоколада То есть если это фруктовый, например, мусс, то используется белый шоколад И добавляется какой-то фрукт для вкуса, да, фруктовое пюре Или это шоколадные муссы И шоколадные, я имею в виду, на темном, на молочном шоколаде И получается поковаренности, они ничуть не ниже Например, если взять торт 3 шоколада, муссовый абсолютно, да И торт Прага, шоколадный классический торт То поковаренности они абсолютно одинаковые Поэтому нужно есть осторожность, и муссовые тоже торты Но есть некоторые муссы, которые делают, например, на ряженке Конечно, в таком случае, или на йогурте, да В таком случае калорийность чуть-чуть пониже Но нужно смотреть, что в основании этого мусса Не всегда там ряженка Это, скорее, исключение, не всегда йогурт Перед нами муссовый торт или нет? Что это за десерт? Это пирожное Павлово, это такой летний вариант Очень пользуется большой популярностью Сейчас летом, в сезон ягод Очень легко готовится, вы можете приготовить, на самом деле, любая хозяйка Рассказывайте, как это происходит В основе лежит безе Его делают, взбивая белки с сахаром Вот И выкладывают в форме корзинки Внутри корзинки находятся взбитые сливки с сахаром А сверху ягоды То есть такое легкое очень блюдо Ох, Рамиль, а что вы с нами делаете? Есть ли какие-то десерты, которые остаются актуальными всегда? Классические, традиционные десерты? Конечно, да Вы знаете, вот, несмотря на то, что сейчас очень много именно этих муссовок заказывается тортов Но вот такая классика, как, например, Наполеон, Медовый, Эстерхазий, Киевский Они очень популярны Их любят не только взрослые поколения, но и дети И заказывают их не менее часто, чем современные муссовые десерты А какие любимые торты у вас? Вы знаете, я люблю Медовый И многие мои клиенты очень любят Медовый торт мой Наверное, вы его лучше всего делаете Вот, кстати, у клиентов больше популярно используется мой торт Эстерхазий Они в восторге Но я спокойнее к нему отношусь Я люблю Медовый То есть немножко отличаются мои вкусы, наверное, и вкусы клиентов Давайте напомним, как готовится Эстерхазий Эстерхазий – это такой торт, который делается на основе взбитых белков с орехами Там у него вообще нет муки, ни капли То есть там, например, грецкие орехи или миндаль перемалываются в крошку Взбиваются белки с сахаром И перемешиваются с орехами И запекаются в духовке тонкими коржами Вот, а между ними крем Любой, который вам нравится больше Например, взбитые сливки или карамельные и так далее Рамиля, так что делать людям, которые любят сладкое, но следят за фигурой? Есть ли какие-то выходы из ситуации? Легкие десертики, некалорийные Может быть, какие-то продукты существуют специальные Вы знаете, тема вообще для меня настолько интересна Потому что после вторых своих родов я поправилась на 30 килограмм Их скидывать было очень сложно, да И поэтому тема пищевого поведения для меня очень актуальна И до сих пор актуальна, несмотря на то, что я готовлю десерты Дело в том, что я даже начинала готовить сначала диетические вот эти ПП-десерты Но уже через месяц я поняла, что лучше есть кусочек маленький, настоящего, вкусного, калорийного торта Чем огромный торт, который там, на самом деле, из воды практически, да? То есть вкус отличается, да? Отличается вкус, конечно, да, да, отличается вкус Я предпочитаю настоящие десерты, но в небольших количествах Ограничить себе лучше Да, да, да Сколько тортиков вы печете, не знаю, в день, в неделю? Сложно посчитать? Достаточно много, но порядка пяти, особенно большое количество к выходным ближе То есть, когда у людей выходные, у меня самая большая загрузка Сколько уже лет вы этим занимаетесь? И как проходило ваше становление в этой профессии? Знаете, до второго своего декрета я работала в банке управляющим Ушла в декрет, да И решила себе свой декретный потратить на обучение Я уехала в Испанию и прошла там кондитерские курсы Вернулась и начала печь сначала на дому А вот в этом году я уже вывезла свое пищевое производство из дома И у меня есть отдельная студия, где я провожу мастер-классы И пеку торты на заказ Но это, конечно, я воспринимаю, на самом деле, как промежуточный шаг И планы большие, но требует времени и денег А как вы к этому пришли? То есть, это из-за, прошу прощения за неправильное, наверное, слово От безделия получается? Или вы реально всегда хотели быть кондитером? Просто вот эта вот жизнь клерка вас от этого ограждала? Вы знаете, нет, я обожала свою профессию, работала в банке Я вообще не хотела уходить в декрет И даже думала остаться там на полставке работать Но понимала, что с моим трудоголизмом я там не буду на полставке работать Я все равно там буду с ребенком ночевать Как и было до декрета Поэтому это не от безделия вообще Вы знаете, у меня ребенок заболел И заболел достаточно так сложно Ну, сейчас у них все хорошо У нас двое детей замечательных Но чтобы вот об этом не думала, спешилось все руки занять Я готовила, выкладывала фотографии в соцсетях И знакомые хвалили и начали пробовать Вот, и вот так вот закрутилось, завертелось Что я решила из декрета уже не выходить Ну, на свое прежнее место работы Существует ли какой-то авторский десерт от Рамели? Вы знаете, да Вот тот торт из Тархази, о котором я говорила Он вроде бы классический такой торт Но я его делаю по своему фирменному рецепту Вот, и клиенты просто балдеют от него Я знаю, что пробовали иностранцев кофейных у нас в Самаре И говорили, что даже у них там в Европе Они делают так из Тархази Давайте перечислим еще раз Самые модные тортики Которые вы посоветуете попробовать нашим зрителям? Вот сейчас, летом, очень нужно попробовать торт Фрезье Это тоже французский торт Который, наверное, на 50% стоит из клубники То есть там тоненький-тоненький бисквит Буквально полсантиметра Мусс с фисташками И огромное количество клубники Это очень вкусно Я всем рекомендую Вот из того, что следует попробовать этим летом обязательно Фрезье запомнили Что-то еще, может быть? Просто их так много, этих десертов Что всех не перечислишь Ну давайте назовем вот несколько названий Ваша пятерка Тройка, хорошо Пирожные шу, о которых я говорила Шу-то Павловым обожают Зефир Я делаю зефир Он очень сильно отличается от магазинового И когда пробуешь магазинный домашний зефир Ощущение, что это совершенно разные продукты Вот Но тем не менее Тем не менее это очень вкусно И, кстати, низкокалорийно Вот И не абсолютно содержит жиров Поэтому Дожди итоги рекомендуют своим клиентам Для меня спасибо огромное, что пришли к нам этим утром Порадовали сладеньким Мы хотя бы поглазели на эти пирожные Ну зато теперь мы знаем, что будем есть зефир с тобой, Саша Как бы Никакого шоколада И не поправляться Да, да, да Спасибо вам большое Спасибо большое До свидания Друзья, мы прервемся совсем ненадолго Вернемся в нашу студию Здравствуйте Вы смотрите новости губернии В студии Георгий Федоров Предупрежден, значит вооружен В Самаре стартовал информационно-просветительский проект Территория Его пилотный вариант был успешно опробирован В Новокуйбышевске Проект призван повысить правовую культуру населения Оказанием бесплатной юридической помощи Разным категориям граждан То есть решением проблем конкретных людей В Самарской области занимается Госюрбюро И на это в том числе ежегодно в регионе Направляется около 12 миллионов рублей Задача же нового информационно-просветительского проекта Территория в целом Вывести юридическую грамотность населения На качественно иной уровень В одном из семи районов Самары Каждый четверг будут проходить Бесплатные семинары для жителей Их будут проводить представители профильных министерств Прокуратуры, полиции, службы судебных приставов И даже банковских структур Каждую неделю предполагается Анонсировать темы таких семинаров Например, как не стать жертвой Мошенничества, собственность, наследование, оказание Медицинской помощи и другие Мы разработали те тематики, с которыми нам в Государственное юридическое бюро За бесплатной юридической помощью обращаются чаще всего граждане Это вопросы ЖКХ, вопросы нотариата Как правильно грамотно взять кредит Как разместить свои депозиты, не лишиться их В том числе застраховать правильно И выстроить отношения правильно с кредитными организациями Сейчас, когда мы говорим об активном долголетии Когда мы говорим о 80+, Когда мы говорим, что у нас будет очень такая активная жизнь Людям, безусловно, важно знать Еще раз повторяю, да, свои права свободы И не наступать на те грабли, на которые уже, наверное, кто-то наступил Это важно Информацию о темах и том, где будут проходить такие просветительские семинары В рамках проекта «Территория» Можно узнать в Управлении соцзащиты населения На сайтах Министерства социально-демографической и семейной политики Регионального правительства А также Государственного юридического бюро В Самаре сотрудники регионального УФСБ задержали адвоката В момент получения взятки По версии следствия, задержанный якобы вымогал деньги у жителя Нефтегорска Подозреваемого по делу о мошенничестве Адвокат обещал подкупить сотрудников полиции и прокуратуры И избавить подследственного от уголовного дела Во время задержания в багажнике личного автомобиля юриста Найдены 200 тысяч рублей Исполняют мечту о небе Комиссия общественной палаты проверила Как живут дети в уникальном для Самарской области детском лагере Расположенный вблизи аэродрома «Бобровка» Он известен своей коллекцией авиации Как в авиаторе совмещают детский досуг и военную подготовку Увидели наши корреспонденты По расписанию в военно-спортивном лагере авиатор сборка автомата Инструктор подробно рассказывает о каждой детали культового оружия На таких занятиях рядом всегда вожатые Многие из них и сами только год назад были здесь в качестве воспитанников Алексей Селюков рассказывает, что подход к детям находит не без помощи старших коллег И дети здесь бывают и замкнутые немного И не хотят общаться И домой сразу уже хотят Приходится находить общий язык Помогают другие вожатые Если что, если вот вторую смену Очень много здесь людей, которые меня знают Которые меня воспитывали здесь Большинство воспитанников – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации У некоторых из них уже были столкновения с законом От пагубного влияния улицы Их спасают здесь в авиаторе мечтой о небе В отличие от обычных лагерей, здесь у нас осуществляется профильная подготовка Реализуются программы спортивно-технической и военно-патриотической направленности То есть здесь дети не просто отдыхают, они еще и учатся Соответственно, они осваивают самолет, знакомятся с авиацией Выполняют полеты с инструктором Соответственно, выполняют парашютные прыжки Электронный тир, зорница и пейнтбол То, что для детей игра, для взрослых – серьезная работа За лето в авиаторе отдыхают более тысячи детей Каждому нужно найти занятие Некоторым сначала они нравятся, а потом они прям вот не хотят уезжать Плачут все, я сама помню Я сначала приехала, мне почему-то не понравилось А зато потом я просто просила, чтобы меня здесь оставили После смены в авиаторе только хорошие воспоминания На то, что не замечают дети, обращают внимание взрослые Комиссия общественной палаты знакомится с по-военному строгими распорядком и бытом воспитанников Авиатору уже 18 лет Раньше здесь был военный городок при аэродроме Здание, оставшееся после него 50-х годов Некоторые требуют ремонта Требуется, конечно, сюда и дополнительные какие-то финансовые вливания Потому что база лагеря, материальная база устаревает Все время требуется закупка нового оборудования Общественная палата взяла на контроль все выявленные проблемы Рекомендации по их устранению будут направлены Министерства социально-демографической и семейной политики Дарья Зотова, Сергей Костин, Новости губернии А у меня пока на этом все Больше новостей на нашем сайте Губерниятв.ру Доброе утро, губерния! В студии с вами снова любители сладкого Саша Байдачная И Антон Скиба И сегодня мы с аппетитом отмечаем Всемирный день торта И самое сложное в этом празднике выбрать нужный десерт Вот как тут выбрать? Прагу или птичье молоко? А может быть, киевский взять? Знаешь, предлагаю сначала разобраться с этими названиями Почему Наполеон стал называться Наполеоном? Так до конца и не ясно Знаменитый слоеный торт или пирожное с кремовой прослойкой Известен во Франции и Италии под названием Мильфей Тысяча слоев Его рецепт появился в конце 17 века Говорят, что торт был изобретен в итальянском Неаполе Под названием Наполитано То есть неапольский А современное название искажения этого слова и к Наполеону торт не имеет никакого отношения Если Наполеон вырос из пирожного, то птичье молоко торт проделал более интересный путь от конфет к тортику Заслуга его создания принадлежит кондитеру Владимиру Гуральнику В советские годы торт птичье молоко был настоящим царем столов И за оригинальным тортиком, продававшимся только в ресторане Прага, люди стояли в очереди по несколько часов Кстати, о Праге Еще один популярный торт Прага родом из Чехии Он состоит из трех коржей, пропитанных кремом пражский И сверху поливается шоколадной помадкой Сами чехи в этот торт не жалеют, добавляют темный ром Пропитывают коржи четырьмя видами сливочного крема Сверху заливают торт густой шоколадной глазурью Вкус получается необыкновенный В Австралии и Новой Зеландии почему-то очень любят торт с русским названием Анна Павлова В основе этого торта безе напоминающее белую пачку балерины А украшен он белым кремом из сливок и обилием фрукт и ягод Ну и торт назвали, естественно, в честь великой балерины Анны Павловой Туристам в Германии рекомендуют непременно попробовать традиционный торт Шварцвальд, Черный лес А в Венгрии попить чай с тортом Эстерхази Его легко узнать по паутинке шоколада и орехово-миндальной начинке Красный бархатный торт считается классикой американской кулинарии На вид он действительно бархатный, а на вкус лучше попробуйте сами В наших кофейнях он уже набирает популярность А какое лакомство выберут жители губернии? Пускай они и расскажут в нашем опросе Мед Шоколад Потому что это, как сказать, сразу поднимает настроение Горький шоколад Горький шоколад, потому что он полезен для ума Шоколад Кармон любви И счастья Ну я сладкое не люблю, сразу скажу Сидереем, наверное Кисломороженым, потому что люблю кислое Ну и картошку жареную, наверное, с курицей Фруктами С клубничкой Потому что сезон, потому что вкусно и для фигуры полезно Оливки и томатный сок Птицы, потому что она вкусная, солененькая Все любят птицы Динара Касько Кондитер из Харькова Делает очень необычные десерты Ее торты похожи на современные арт-объекты По образованию она архитектор И в кулинарии использует именно архитектурные методы Сначала кондитер создает трехмерную модель торта Которую распечатывают на 3D принтере А затем модель отливает в телеконе Получается форма для будущего шедевра тортика или пирожного Только непонятно, куда в этот шедевр засовывать свечки Ты же испортишь всю красоту Кстати, традиция вставлять в торт свечи пришла к нам из Древней Греции Почитатели богини Артемида ежегодно приносили ей в качестве дара медовый пирог И сделан он был в форме луны и дополнялся горящими свечами Немецкие крестьяне вставляли в пирог свечи Которые должны были гореть до тех пор, пока лакомства полностью не съедали И количество свечей, как мы знаем, соответствует возрасту именинника Так, с древних времен эта традиция и осталась Если бы Таня Пецина ставила свечку за каждый сюжет То она бы задувала их, мне кажется, наверное, целую неделю И, кстати, вот еще одна свечка на подходе Бизи-борд – одно из любимых развлечений Алисы Благодаря ему она научилась говорить и даже ходить Поначалу переставляла ножки, опираясь на большие деревянные доски На каждой интерактивные элементы Кнопки, молнии, щеколды Которые развивают мелкую моторику Через нервные окончания на кончиках пальцев рук Подаются сигналы прямиком в мозг Эта доска необходима для развития мелкой моторики у деток От 7 месяцев до 4 лет Это доска, на которой расположено огромное количество элементов Щеколды, крючки, замки И интеллект ребенка на кончиках пальцев И мы максимально помогаем родителям добиться результата в этом Мария Монтессори первой предложила такую методику воспитания При которой ребенок получает знания благодаря своему естественному любопытству Нажимать, застегивать, переключать Использование самых простых механизмов способно принести пользу с возраста 10 месяцев И так до 3-4 лет Игрушку можно постоянно усложнять, но основные элементы должны оставаться неизменными Именно в методике Марии Монтессори Обязательны эта шнуровка и закрывающиеся, открывающиеся элементы То есть те, где прям плотно работают кончики пальцев Иногда в качестве отдельного элемента развивающей доски Может восприниматься и рисунок Герои любимых сказок прячутся в своих домиках Крыша, стены и дверца, которую предстоит открыть Так что, помимо всего прочего, бизи-борд учит обращению с реальными аналогами этих предметов в быту Моя дочь Амбидекстер У нее две руки одинаково работают И это тоже, я не знаю, следствие бизи-бордов Или это врожденное Тяжело понять Но ребенок играет двумя руками сразу И на основе того, что дочка Амбидекстер Я начала читать огромное количество информации по этому поводу И нашла такую интересную игру, как межполушарные лабиринты А это геоборд Планшет развивает пространственное воображение Надевая резинку на два штырька, получаем прямую линию На три – треугольник Из простых фигур можно создавать сложные картины Задачу можно постепенно усложнять Но при этом не забывать давать волю детскому воображению Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии» У нас в гостях кондитер Марина Рябова Доброе утро Доброе утро Сегодня в мире кондитерских изделий на слуху Очень непривычные российским сладкоежкам названия Капкейки, маффины сегодня мы узнали Такой термин шу, пирожное шу Расскажите об этом тренде В чем прелесть капкейков, вот таких вот десертов И откуда этот тренд пришел к нам? Капкейки у нас, в принципе, появились сравнительно недавно В переводе с английского – это капкейк Это соединены два слова Тортик и чашечка Такой вот тортик в чашечке Маленький, рассчитанный на одного человека Внутри он с кремовой начинкой Либо с ягодной, абсолютно с любой И сверху украшен кремом То есть это бисквитный? Да, это бисквитный такой вот Бисквитная пироженка с кремом А внутри с кремом, наружу и украшена каким-то декором Может быть, фруктами, ягодами, шоколадной стружкой В общем-то, как пойдет фантазия Ну, вот знаете, просто на мой такой обывательский взгляд Это, по-моему, обычный кекс А вот чем отличаются вот бабушкин кекс и капкейк? Так, бабушкин кекс, скорее всего, он по традиции печется Либо с дрожжевого теста, с добного И добавляется, скорее всего, туда изюм Да, это вот такой классический рецепт, ну, скажем так, бабушкиного кекса Капкейки идет все-таки здесь бисквитное тесто Кремовая начинка, либо фруктовая, ягодная со сгущенкой, может быть С шоколадом И кремовая шапочка Обязательно это все-таки больше напоминает такой сладкий десерт Больше тортик напоминает Сколько капкейков вы рекомендуете есть в день? Сколько можно? Ну, как я обычно говорю, что пока я не села на диету, я себе могла их позволить неограниченное количество Как только села на диету, то пять все-таки, я думаю, достаточно будет Пять в день, это нормально Я думаю, надо себе позволить все-таки сладкое Мы видим, что вас очень вдохновил, видимо, чемпионат мира Кулинарное кондитерское творчество Расскажите о пряниках, которые представлены здесь, на нашем столе У нас представлены медовые пряники Они очень вкусные, сдобные, достаточно мягкие Украшенные сахарной глазурью, называется айсинг Такая вот техника Их можно разрисовать, сделать какие-то картиночки Я вот покажу, вот такая у нас тема все-таки футбольная была Чтобы наши телезрители могли увидеть, как это красиво Иностранцы вас покупали в качестве сувениров? Да, к нам приходили мексиканцы К нам приходили и, наверное, американцы Очень здорово прям задружились Брали, конечно, себе такие сувенирные подарки И с символикой России Все-таки у нас в России чемпионат Это просто вообще великое событие, я думаю, для всех нас Ну, естественно, мяч – это прям классическая наша тема И у нас вот есть такая тема, как я люблю Самару Все-таки они приехали к нам в Самару И нам есть чем гордиться Вот этот десерт меня еще очень привлекает Который недалеко от Антона стоит Что это? Это классическая меренга Ну, можно сказать, в простонародье, наверное, раскроют тайну Это безе Это такой вот белочек, сбитый с сахаром Просто сейчас уже, я думаю, кондитеры более такие искусные стали И мы отошли все-таки от белых таких кружочков с шапочками И делаем что-то более изысканное, красивое, яркое Что может украсить любой праздник, день рождения И вообще поднимает настроение, конечно И детям это приятно, и взрослым Саша, ты сказала, что Марину вдохновляет чемпионат Мне кажется, Марину вдохновляет прекрасную дочь Юлиана Вот мы ее не представили, к сожалению Юлиан, вот расскажи, как ты относишься к тому, что делает твоя мама? Твой самый любимый десерт Твой самый любимый десерт Какой? Ну, у меня все любимые Не вредно столько сладкого? Нет Нет, правильный ответ, я тоже так считаю Как Юлиана помогает вам на кухне? Юлиана прям, это мой, конечно, самый любимый, единственный Ну, не самый, может быть, не единственный Очень любимый мой вдохновитель Который помогает мне, в принципе, в украшении Сегодня она у нас украшала капкейки Такими розовыми посыпочками Да, она у нас большая умничка Совместно помогает проводить мастер-классы Готовим и капкейки, и пряники Всегда меня поддерживает, какое бы количество людей ни было у нас Также она прекрасно справляется и с пряниками, и с различными десертами Вот Юлиана рассказала о том, что все десерты, все абсолютно любимые, все вкусные Но как же приготовить десерт для детей, чтобы было вкусно и оставалось таким же любимым Оставался тот же тортик, но не вредным, максимально не вредным Ваш совет? О пользе продуктов сладких, конечно, это очень такая важная тема Потому что, ну, не только, в принципе, для детей Скорее всего, и многие сейчас девушки следят за фигурой Для деток что самое главное? Минимальное количество сахара В идеале заменять, может быть, на мед, на коричневый сахар Муку заменять, ну, классическую нашу пшеничную муку Лучше заменять на кукурузную, на, может быть, миндальную На такие более твердые сорта А также деткам будет полезно все-таки, может быть, лишний раз не съесть там пирожные с кремом А съесть, может быть, полезный пряник со злаками, с орешками, с сухофруктами Это, я думаю, будет больше пользы для деток Существует понятие ПП-десерт, то есть правильное питание Вы пробовали себя в этой стезе или пока еще нет? Ну, так как я вообще в этой сфере работаю, то я, конечно, пробовала все абсолютно Вот, конечно, отказать себе не могу в классических тортах и десертах Да, правильное питание сейчас имеет место быть Это очень такая сейчас тема активная, активно развивающаяся Так как у нас сейчас все на спорте Здоровое питание, да, это больше злаков, твердых сортов Что у нас? Орехов, фруктов Да, это тоже действительно очень вкусные десерты Больше используется мед, да, конечно, никакого сахара Вот А как же без сахара? Что сладкого-то будет без сахара? Что это такие за сладости-то без сахара? А, ну без сахара что? У нас фрукты достаточно сладкие, сухофрукты Заменяют тоже очень хорошо, ну, как, дополняют вкус торта При минимальном содержании сахара Можно заменить глюкозу, ну, либо, опять же, тем же медом Все это снижает калорийность, и, в общем-то, можно употреблять, наверное, такие десерты в неограниченном количестве Я рекомендую употреблять Расскажите, вот что у вас здесь представлено То есть это меренга, да, капкейки Меренга, капкейки, пряники, медовые у нас А вот что-нибудь еще вы делаете? Маффины Маффины это вообще тоже очень такой хороший десерт Он идет также в индивидуальных стаканчиках Готовится он, ну, в отличие, опять же, от кексов Немножко по другой рецептуре Ну, там, определенной технологии Вот И там внутри добавляется, чем он отличается от капкейков Туда внутрь добавляется именно шоколад, либо орешки, либо какие-то ягодки Это получается такой вот очень сытный, сдобный кекс В индивидуальном стаканчике Что, собственно говоря, радует каждого из нас Потому что у нас не пачкаются ручки И нам удобно кушать его Девочки, большое спасибо вам За ваши вкусные истории, вкусные рецепты И за ваше отличное настроение Спасибо вам, что к нам сегодня пришли Спасибо большое А мы перевяжем пока желудочек узелком И продолжим Потерпим Вне эфира Друзья, ну что ж Гости со своими сладкими тортиками, десертиками у нас уже были А сейчас появится Лена Шишкина со своим сюжетом Со своей рубрикой «Азбука жизни» Процесс рождения является первым стрессом в жизни каждого из нас Идиллический период беззаботного существования в материнской утробе Неожиданно и травматично прерывается Начинается первый очень мощный стресс Начинаются схватки То есть вы жили в раю, в домике А потом это все начинает сжиматься И вас, прости господи, лучше головой, а иногда и не головой Пытаются выталкивать через некое узкое отверстие И вы там рывками, понимаете, как дубиношку Ух, ах, ух, ах И никогда не получается И три часа, и четыре, и двенадцать, и двадцать четыре часа И все это называется процесс рождения Что испытывает этот плод? Он этого не понимает Но вся его сущность, которая заточена на то, чтобы жить И самое главное потом пополнить человечество Она испытывает страх Это так называемая первичная базовая тревога Понимаете, она формируется У базовой тревоги масса негативных последствий Но она, безусловно, несет глубокий жизненный смысл И прежде всего, учит ребенка, рожденного естественным путем, осторожности Если последующая материнская забота компенсирует пережитый страх Ребенок научится доверять миру Но запомнит, что всегда возможны форс-мажорные обстоятельства Которым нужно быть готовым Дети, рожденные другими путями, этого лишены О малышах, появившихся на свет с помощью эпидуральной анестезии Говорят, что они ничем не отличаются от тех, чья мать не использовала обезболивания Но все же есть мнение, что эти дети могут больше остальных иметь склонность к пагубным привычкам Среди таких детей распространены игры, которые связаны со всевозможными вращениями и висениями вниз головой Это может привести к травмам, а может сделать детей в будущем знаменитыми летчиками или альпинистами Еще больше опасений вызывает судьба детей, рожденных через кесарево сечение Нет этого базового страха То есть патологии не будет Это очень хорошо Более того, даже процессы рождения Вероятность травматизации ребенка меньше У него асфиксии возникает меньше, придушение в процессе родов То есть некоторые плюсы, а на самом деле плюсы у них не особенно есть Это не значит, что на ребенке что-то будет дефект Ребенок лишенный страха Это ребенок лишенный естественного чувства осторожности Это травмоопасность Это рискованные Это вот про которые говорят адреналинщики на бытовом уровне Вот им все время чего-то не хватает Понимаете, им нужна все время вот такая стимуляция Не все из них Но эти люди естественного чувства осторожности Что такое страх? Это же адаптационный механизм Знаете, я вижу тигра, я не буду его кормить Может, скушать, да? Я с крыши не буду прыгать, потому что, наверное, могу упасть Это естественная осторожность Мы избегаем там Не гуляем в парке по ночам Избегаем каких-то опасностей Это адаптационный психологический механизм Который помогает нам выжить Считается, что на них действует наркоз И они рождаются в состоянии наркотической депрессии Потом хуже берут грудь и медленно набирают вес Подрастая, они испытывают проблемы с постановкой и достижением цели Отсутствием самостоятельности Во всем полагаются на помощь со стороны Излишне доверчивы Переживают проблемы со взаимопониманием с родителями Всемирный день торта стоит отметить походом в гости И не забудьте ни в коем случае Прихватить с собой Приятный тортик А вместе с вами сладкие разговоры Вели ведущие Антон Скиба И Саша Пайдачная До встречи на канале Губернии Пока-пока-пока Саша, слушай, что-то мне после этих разговоров про сладкое Так соленого захотелось, например Воу, блин Готовь удочки, Антош, готовь Наловим Засолим Завялим Так это ж когда я ее буду есть? Ну, через год Восьмого июля, в день рыбака Я не могу так долго ждать Суперфитнес по суперцене В клубе Спортзавод Три месяца за 3990 рублей Звони прямо сейчас 2703-777 Спортзавод Новосадовая 106 Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой Домом моды Домом моды Домом моды Маши – это Está Aggress desap WWJ Домом моды Домом любви Домом моды Маши Горячев Домом моды Маши – этоное об 놀� Bodло